Что, поехали? Да! Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу новую съемку с мастером, который любезно согласился сегодня помучиться вместе с нами. Мастер зовут Алексей Школдин, я его очень люблю. Это хороший новосибирский фотограф. Сегодня Леша будет фотографировать не только на камеру, которую ему сразу дадим. Это такой уже достаточно пожирший Олимпус, у которого объектив 15 мм на 8. Короче говоря, объектив он сейчас объектив для уличной съемки. Но кроме камеры, для того, чтобы нашему мастеру, чтобы Лёше было не скучно, он сейчас еще вытянет дополнительное задание. И на этом задании будет, собственно, сегодня и фотографировать. Давай, Лёша. Давай. Так. Что значит эта замечательная бумажка с карандашом красным, который я вчера долго наносила? Это значит, что сегодня Лёша должен будет сфотографировать, ты должен будет сфотографировать серию фотографий. На каждой из этих фотографий должен быть красный. Далеко отходить не будем. Алло, это не красный, это оранжевый. Так, идет конфликт сразу с мастером. Да-да-да, подтверждаем, был вот этот. Какой вот этот? Я сейчас по видеофиксации посмотрю. Он просто решил сразу подменить, говорит, все. Не, я увидел цвет. А, да? Черт. Блин. Подстроено. Подстроено. Ты специально сюда притащил эти штуки. В итоге цвет у нас оранжевый? А, цвет оранжевый, да. Мне кажется, надо Алексею еще ограничить количество кадров. Мы еще решили, так как это слишком просто, раз он сразу нашел эту оранжевую кочку, прикиньте, он читер. Он знал. Мы еще с ним сейчас договорились, что у него будет всего на сегодня 36 щелков. Ну, как пленка. Главное, что не среднего формы, да? Да? Да, да, это, короче. Делая мастеру, все, короче, тяжелее. Хотя, по-моему, он очень радостный. Это вызывает у меня беспокойство. Она, не сходя с места, уже начать делать кадры. Да, да. Ну что, так, один кадр у тебя есть? Будем считать сутки. Нет, нет, я уже смотрю, сейчас я его буду повторять, потому что он был с бумажкой. Ага, так, ну что, все, 36 щелков? 36 щелков. Как тебе, кстати, камера? На самом деле, в свое время пришлось снимать с гораздо более простыми моделями. Моя первая камера была Minolta Z1, 2 мегапикселя, но у нее был шикарный суперзум, целых 10 градусов. Ты помнишь, что у тебя уже 35 кадров? Вспомнил. Вот спорим, дорогие друзья, что после этого ролика вы выйдете на улицу, и у вас везде на вас нападут оранжевые всякие фигни. Потому что мы так устроены, что если мозгу дать задачу, он начнет видеть именно то, что вы хотите. Сейчас, например, у нас оранжевый, я, например, вижу сейчас везде оранжевый. Это какой-то ужас. Я не люблю этот свет, зачем я его вообще сделал. Вот. А с другой стороны, опять же, это к вопросу про, там, что вы видите. Если вы будете нацеливаться на что-то более позитивное, скорее всего, вы будете видеть более позитивное, а не всякую гадость. Полезное свойство, кстати. Сколько там наш мастер уже наснимал? Пока примериваюсь. Хитрый мастер. Он не тратит кадры. Где у него весон? Где у него весон? Кто здесь? И, кстати, в качестве челленджа можно как-нибудь какому-нибудь замечательному мастеру дать, ну, хотя мы это уже делали, вот, Сергей Суховей, мужественный, спасибо ему большое, да, кто еще не видел первую серию, смотрите вот сюда, быстрее идите. Вот. Может быть, какую-нибудь мастеру дать, например, камеру, которая будет снимать только на автомате. А еще лучше, знаете, можно сделать, чтобы мастер работал на своей большой камере, которая будет стоять полностью в автомате. И, по-моему, это будет вообще челлендж. Туда идти бесполезно, там зеленый. А может, туда сходим? Пятьдесят оттенков оранжевого. Двинутся во дворе. Во дворах сюда приходим. Центр города, дорогие друзья. Это центр. О, смотрите, унитаз. Хотите унитаз? Смотрите, какой красивый, но не оранжевый. И так-то по-хорошему и кирпич оранжевый. Ну смотри, оранжевый же. По-моему, сейчас подеремся, будем выяснять. Так, это желтый. Подождите, сейчас найду оранжевый. О, на. Цветопроба. Цветопроба. Хитрый хоть этот. Говорит, это оранжевый, это оранжевый. Вот так вот. Нет. Очень полезное упражнение, когда вы себя ограничиваете. Ограничиваете в теме, да, как вот мы сейчас, оранжевый, который, оказывается, не так просто найти. Вот. Ограничиваете себя в количестве кадров. Потому что такая жесткая съемка, например, в формате пленки, да, 36 кадров, 24 или даже 12, почему нет. Вот. Она очень сильно помогает вам сначала думать, а потом нажимать на кнопку. Потому что, когда у нас с вами цифровые камеры, кажется, что стоимость кадра условно-бесплатная. И вот это, знаете, судорожное нажимание на кнопку, оно настигло всех нас, наверное, и меня в том числе, потому что по-хорошему, по-хорошему, надо сначала подумать, а потом уже нажимать. Вот. И не надо думать, что если вы сделаете серию кадров, то какой-то из них получится. Нет, скорее всего, не получится. И даже может быть так, что если вы снимаете какого-то бегущего человека, у вас в пик движения, он попадет ниже кадров, и тоже не факт, что даже из серии вы можете получить хороший кадр. Да, вы сейчас можете спорить, что там есть большие серии, там быстрые-быстрые, но сейчас я говорю вообще не про то. Я говорю про то, что вот эта тренировка, умение ставить себя в очень ограниченные рамки, оно очень хорошо помогает вырасти фотографии и снимать существенно интереснее. Алексей, по-моему, пошла оранжевая собака. Она коричневая. Черт. Что случилось? Мастер потерял ИСО. Потому что сейчас ИСО стоит 3200. Как бы, ну, уже, наверное, многовато. Так, это чё, такой булья-тый. Вот эту плитку на дом, на этом. Причневая, наверное, вполне оранжевая. Залка. Вы, кстати, заметили, что оранжевая в основном это какой-то такой... В городе цвет опасности. Или стройки. Или стройки, кстати, да. Или ограничений. Или ограничений. У нас сегодня, короче, съемка с ограничениями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки сменила свою шапку Надеюсь, не идет Сволочь, он меня снимает на ширик На ширик снимает близко Локацию мы сделали Вот, у нас еще осталось 16 кадров Поэтому сейчас мы переместимся в другое место Где, я надеюсь, будет больше людей Потому что нам нужны люди теперь В оранжевом Ну что, дорогие друзья Мы с вами переехали в центр города Это практически прямо центр И, конечно, здесь оранжево побольше Потому что здесь много всяких флажков И вывесок И люди уже появляются на улицах Поэтому давайте продолжим У нас еще есть 16 кадров Двадцать четыре, уже Двадцать четыре? Ну вот Двадцать четыре У нас еще один Двадцать Etкет Ограничение оптики это та еще и история, когда у тебя 30 миллиметров, одна диафрагма и ищи ракурс. Ищи ракурс, любимая история. Так, что у тебя два кадра осталось? Два кадра осталось. Два кадра. Два кадра. Два кадра. Я уже привык на своем, что ли? И фазу движения ловишь, а тут? То есть непривычная задержка между нажатием кнопки и, собственно говоря, срабатыванием затвора. Короче, модель успевает убежать из кадра нашего мастера, потому что... Модель успевает переставить ноги не так, как им не надо. Вы чувствуете, как я звеню при этом еще? Что, последний? Последний. Последний кадр, ребята, последний кадр. У-у-у! Да, мой мой, дядя Кур. Если могу, то я думаю, что не все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все? Истинный стрель. О-о-о! Все, 36! 36! Ура! Ура! Субтитры сделал. Да, свершилось. Последний кадр сделан. Я тебя поздравляю. Скажи, пожалуйста, в чем была вообще сложность? В камере? Не знаю, в количестве кадров? В оранжевом, в конце концов? Что? Нет. Самое сложное – это было не зациклиться на каком-то одном предмете, чтобы он не стал главенствующим в кадре. Оранжевый. Оранжевый. А на остальное не смотришь. Вот это вот было сложно – отвлечься от главного предмета, чтобы остальное в кадре было уже играющим. Ну да, у нас же не обязательно, чтобы был только оранжевый. Он же может быть, элемент оранжевый. Не обязательно, чтобы был только оранжевый. Оранжевый, вот. Так. Да, спасибо. Как камера? Ну, это было интересно вернуться на 10 лет назад. Как тебе объектив, по-моему, западлянский объектив? Очень веселый объектив. Мешал? С одной стороны мешал, с другой стороны, чем сильнее мы себя ограничиваем, тем лучше чувствует себя головной мозг. Как он у тебя сегодня себя почувствовал? Ему было интересно. Да? Он не был в шоке. Ну, по части, да. На части, да. На части, да. Вот. Оставь себе на память, дорогой друг, это будет твой этот самый трофей. Талисман, да. Это будет талисман. Ну что, дорогие друзья, я хочу сказать, что мы сегодня съемку закончили. Спасибо большое Алексею за это прекрасное утро. Резюмирую, пожалуйста, обязательно вставайте рано, не бойтесь вставать, даже если вы встанете в 3 часа, чтобы быть на съемке в 5. Вам откроется мир полный пустоты, свежести. А, меня кусает мошка. Мошек! Вот. Причем, заметь, только здесь. Да, только здесь. Вот. Вы увидите мир, который похож на зомби апокалипсис. То, что сейчас вот реально мы сюда приехали, это прям вообще совершенно необыкновенный аттракцион, когда все проскидано, никого нет, короче. И тишина, спокойствие, вот, и прочее. Обязательно ставьте себе задачи, которые кажутся сложными. Потому что, на самом деле, конечно же, оранжевый цвет, как оказалось, это цвет предупреждения. И в обычном вот пространстве, городском, его встретить не так просто. Вот. И сделать с ним тоже что-то интересное, еще более непросто. Я сегодня в этом убедилась, вот, поэтому Леша большой молодец, что он смог вытянуть вот эту съемку. Особенно на такую камеру, на которой дырка 8, объектив не зуммирует и прочее, прочее. И еще, кстати, обязательно поставьте себе эксперимент, сделайте съемку, ограничьте себя только, только честно. Например, 36 кадров. Вы увидите, что ваш мозг, он сначала будет в шоке, вот, но потом он начнет работать. И, поверьте мне, количество кадров, хороших кадров из этих 30, вот, штук, их будет намного больше в процентном соотношении, если вы будете просто идти и безумно жать на кнопку постоянно. Вот. Это действительно так это работает. И такое принудительное возвращение к условно-пленочной фотографии, да, потому что на пленке раньше было 36 кадров, оно поможет вам снимать осознаннее, интереснее, вот, и получить что-то новое от съемки. Ну, я хочу сказать, Леша, большое спасибо, Леша, спасибо тебе огромное. Вот, это было очень классно. Ура, мы закончили. Все, всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова